Шведская академия объявила Нобелевского лауреата в области литературы. «Премия 2022 года присуждается французской писательнице Ани Эрно за мужество и клиническую точность, с которой она раскрывает корни, отчуждённость и коллективные ограничения личной памяти». Эрно – 82 года. В течение многих лет писательница была фавориткой премии. Все её романы в той или иной степени отражают реальные эпизоды её биографии – детство, карьеру, замужество и материнство, рак груди, болезни, смерть матери. По мнению критиков, в её произведениях на личные воспоминания накладывается коллективная память поколения. Это делает её романы настоящим свидетельством эпохи. Премию по литературе не всегда присуждают именитым писателям и поэтам. Иногда это люди, чьи работы не относятся к литературным жанрам. Так, в 1927 году награду получил философ Анри Бергсон, в 1953 – британский премьер Уинстон Черчилль, а в 2016 – американский певец Боб Дилан. Литература – четвёртая из пяти сфер Нобелевской премии, в которых лауреатов выбирают в Швеции. Победителя премии мира объявляет Нобелевский комитет в Норвегии. Шведский генетик Сванте Паабе в понедельник узнал, что получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Его удостоили награды за открытия, которые лежат в основе нашего понимания того, как современные люди произошли от исчезнувших предков. Премию по химии присудили за открытие реакций, которые позволяют создавать новые молекулы и углубляют знания людей о клеточной биологии. Лауреатами стали Каролин Бертоци и Барри Шарплес из США, а также Мортен Мельдаль из Дании. В области физики награду присудили за исследование в квантовой механике. Её разделили Антон Цайлингер из Австрии, француз Ален Аспе и американец Джон Клаузер. Их исследования раскрыли невидимую связь между частицами, которые находятся на большом расстоянии даже за тысячу километров. Их открытия также могут проложить путь к работе над новыми мощными суперкомпьютерами. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон. Это более 900 тысяч долларов. Её учредили по завещанию шведского химика и инженера Альфреда Нобеля в 1901 году.